Красивый красный пиджак в черную точку. Рядом умопомрачительно красивая девушка и песни под названием «Гранитный камушек», «Теплоход», «Ягодка», «Малинка» и «Я приехала на родину». Наверное, многие помнят эту группу из 90-х. Божья коровка. Но с приходом новых исполнителей они как-то исчезли из поля зрения зрителей и слушателей. Но мы решили рассказать вам, как же сейчас живут участники знаменитого коллектива. Всем привет! Вы на канале Дневник Развлечений. Итак, начинаем. Главным солистом этой группы был Владимир Валенко, музыкант с классическим образованием, который в юности увлекся рок-н-роллом. Именно он был автором песни «Гранитный камушек», который сейчас входит в сотню хитов караоке. Родился Владимир в 1965 году в феврале в Москве. Его родители принадлежали к разным слоям советской интеллигенции и к разным национальностям. Мама была еврейскими корнями, которая тоже связала свою биографию с музыкой. Она преподавала в музыкальном училище имени Октябрьской революции. Ну а отец Володи был инженером в институте ядерной физики. К сожалению, родители будущего музыканта развелись, когда мальчику было всего лишь три года. И далее Володя видел папу только раз в год на своем дне рождения. И именно в этот день отец знакомил сына с новинками рок-н-ролла и буги-буги. В школе он учился плохо, был хулиганом и даже состоял на учете в детской комнате милиции. В общем, вся улица знала длинноволосого парня в потертых джинсах, который не расставался с орущим кассетным магнитофоном. Но в 18 лет он насобирал коллекцию виниловых пластинок с лучшими образцами джаза и рока. В середине 80-х Владимир отслужил армию в оркестре железнодорожных войск на восточном участке БАМа. Там он играл на электрооргане и синтезаторе. А вернувшись из армии, он поступил в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Кстати, еще во время учебы молодой человек работал в качестве клавишников в коллективах «Мираж» и «Каролина». Ну а там возникла и сама «Божья коровка», которая исполняла композиции с текстами социально-сатирической направленности. В 89-м году они выпустили дебютный альбом, но вот коммерческого успеха не получили. И разочарованные музыканты разбрелись по другим коллективам. В 93-м «Божья коровка» воскресла, как птица-феникс и расправила крылья. Именно тогда их визитной карточкой стала композиция «Гранитный камушек». Ну а со временем в их репертуаре появилось много песен и христианской направленности, которые объединили в альбоме 2017 года под названием «Госпел». Сейчас группа «Божья коровка» по-прежнему радует своих слушателями новыми композициями и публикует новые клипы на ютубе. Кстати, женат музыкант был дважды, причем жены музыканта работали вместе с ним в «Божьей коровке». Сперва костюмерами, администраторами, а позже и певицами. Его первой женой была Инна Анзорова, та самая милая, красивая девушка из коллектива. В 1995 году у них родился сын Валенко Даниил. Но постепенно их пути разошлись. Владимир увлекся религией и пустил в сердце Бога, а Инне и его мировоззрение оказались чужды. Кроме того, по словам Владимира, Инна всегда пыталась главенствовать в семье. После ухода Анзорова пыталась построить сольную карьеру, но и это у нее не сложилось. В 2001 году она выпускала альбом под названием «Нижнее белье». На этом ее певческая деятельность и, в общем-то, закончилась. Сейчас о ней практически ничего не слышно. Она проживает в деревне Вялки и работает управляющей торговой сети. Также у нее есть дочь от других отношений. Изредка в сети появляются перепеты и ею хиты группы «Божья коровка». Ну а свою вторую жену Владимир увел у своего же барабанщика из группы. Кстати, у Натальи Полищук от первого брака есть сын Валентин. После бракосочетания Наталья взяла фамилию Владимира и стала Валенко. В 2004 она родила ему дочь, а в 2008 сына. Дарья и Владимир младше снимались в клипе на песню «Российский мед». К сожалению, в 2021 году супруги исполнителя поставили страшный диагноз – агрессивная форма рака. И сказали, что жить ей осталось всего 4 месяца. Но к ноябрю, благодаря лечению, угроза жизни женщины отступила. В итоге более чем за 30 лет своей карьеры Владимир и его супруга не утратили способность получать удовольствие от работы. И признаются, что им очень повезло. Ведь редко кто может заниматься любимым делом и получать за это хорошие деньги. Мы же на этом прощаемся и ждем от вас комментариев. Помните ли вы группу из 90-х «Божья коровка» и что думаете по поводу их жизни и творчества?